Субтитры создавал DimaTorzok Извини, извини, извини. Вот, это всё очень сложно, потому что, ну, представляешь, начнут расприватизировать квартиры. Возврат в СССР, да, вот давайте расприватизируем квартиры. Вот, ну, я не знаю, народ уже не захочет отдаловаться. Тоже, в общем, не в тяжкой, тяжелой, по-новой. То есть, видимо, надо не расприватизировать. Там есть такое понятие личная собственность и частность. Вот, умнымедленная личная собственность есть. А частность нет, особенно на средства производства. То есть, ну, опять же, как на средстве производства, допустим, у меня интеллект в средстве производства. Как ты не в логике идёшь, общественные государства не находишь, да? У меня мозги. Я, этот самый, инженер. Я сижу, там, мащить или чё. То есть, у меня даже не компьютер, я могу мозгами работать. Это моё средство производства. Ну, вообще, логики, да? То есть, как бы об этом он не говорит, но он очень хорошо думал о верхних смыслах. Вот, как бы, что такое коммунизм, да? Ведь никто не говорит. Все говорят, что что-то какие-то проблемы там надо решать, ещё что-то. Ну, там, общественные, государственные и прочее. Никто не говорит, а к чему мы всё это делаем, делаем. Туда мы прийти, кстати, в конечную цель. То есть, в чём у нас общество так и будет, вот в этом говне плавать? Деньги крутить, да? Мы, наши дети, внучи. То есть, вообще, для чего это всё? То есть, где дальнейший этап развития общества? Я не думаю, что вот так это самое лучшее, что может быть. То есть, реально, советское, оно, конечно, кое в чём проигрывало-то, но в плане взаимоотношений любит руки было, оно было даже, много лучше даже, чем на Западе. Вот, понимаешь? И, как бы, соответственно, всё это для чего-то. Вот для чего, он не говорит. Потому что, то есть, начинает опять поднимать вопрос целей, ценностей и прочее. Вообще, куда живём, да, дальнейшие перспективы, ради чего терпить? То есть, вот эти вот вещи. И, как бы, я не знаю, он очень классную вещь в конце сказал. Вот, например, меня прямо там децептило, и всего переворошили. Ну, вспоминает гахтенас его этой беременной смертью, что вот, типа, вот эта вот культура, культура перевёртыш, которая служит не для того, чтобы людей, там, как-то там, с ушком слагать, да, вот непонятно для чего. Ну, это вот карнавальное, катаминское, что-то такое, интернальное. То есть, там, вверх ногами, наружу с углом, неизнанку, да. И, как бы, вплоть до того, что беременная смерть. Смерть не может быть беременной, да. Ну, я тут вдруг она беременна. Понимаешь, тут ужасная чёрная весна. И всё вполне. Ну, как бы, классно, очень классно, там, в конце, там, такое. Это в конце, на 42-й минуте, я говорю. Блин, это жёсткая, вообще, штука. Ну, её так просто не скажешь, надо как-нибудь подойти. Вот, послушать надо. Ну, ты считаешь, что вот это Кургиняна, вот это, что такое коммунизм, стоит послушать? Ну, знаешь, нет. Надо слушать, надо думать. Это даёт толчок к осмыслению, теперь осмыслению того, в чем мы живём. Я говорю о том, что многие об этом даже не думают. А Кургинянов чёрт его знает. Я думаю, у него вот это вот и есть момент ненужности. И он пытается его заменить чем-то. Для него, основное называться, это не только к ненужному, а быть ненужным. Потому что на хрена востребоваться, потому что на хрена делать себя всю жизнь развивать, делать себя специальным таким, очень серьёзным, крутым в каких-то областях человеком, только для этого на хрена тому не мыть, понимаешь? Вот я тебе говорю, мы… Я ездил там по делам, общался с одним человеком, он 68-го года рождения. Он был председателем комсомольской организации МГУ. Советский такой, не знающий этот самый. Чё, Катюш? А, да, вот. Медок? Медок. 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 Катюш, привет. Привет. Медокна. Медок. Ну, короче, ну, это… Короче, в общем смысла вы слышите? Конечно. Короче, смысл заключается в том, что он… Как бы… Вот он говорит, а, у него две конфеты были, младший там воевал, концерн, как сказали как этих человек, а то милиционер он работал. В общем, конечно нет, это… Он, естественно, приводопользовал эту стрелку, там, экологическую листью, что-то он помыкался, помыкался. Ну, сколько ему лет, значит, что-то в основе, да? Он, я 10 лет старше, мне 34, 45 лет. Еще не старый, вполне молодой, такой, крепкий мужчина, вот. Уже в личной жизни, когда мы с родителями живем, на время, они не ухаживают, они не молодые, вот все, операции не надо, ну и так далее. Он говорит, ты знаешь, у меня депрессия, я сижу дома, хочу, да, купил куринку, на фигуретку закончить, я по сядею могу с ним дома не перенесать. А все потому, что не нужно, человек ощущает, что его там прыгать, прыгать, сверкнуться, если у него в советское время будет ставить ценность самому пожертвовать, и, соответственно, ему нужно жертвовать собой, своим покоем или там, ради кого-то, а не ради себя, а ему в руку он не востребует. Понимаешь? То есть не просто даже ради кого-то в плане семьи, а ради кого-то в плане каких-то глобальных целей. для того, что семья – это такое, это частное, да, как говорится. А вот когда ты понимаешь, что ты осуществляешь исторический процесс своими мыслями, то, блин, ну не знаю, за чужое воевать всегда легче, чем на своем, за зародину воевать легче, чем за зародину с большой буквы воевать легче, чем за зародину с маленькой, да? Вот. И, как бы, осуществляешься руками на ногах и кладешь в голове. в голове. Подменем чувствует то же. И его мотивация в производстве вот этих вот таких действий выключается не то, что он думает, что хоминизм, например, придет. И даже не то, чтобы разлюбить там кого-то, что-то, а обрести смысл существования. Потому что если существование бессмысла, то человек умирает. Человек мыслящий, который осознает происходящее, да? Интеллигент. Интеллигент. Не знаю. Слушай, он умирает. Мыслящий человек, он просто умирает. Вот. И, как бы, не мыслящему путь не плевать. Могу топать, могу не топать. А вот интеллигенте несложнее. Интеллигенте всегда будет разворачивать вопрос неформально, как бы из многих пытались формализовать вожги. Всегда. Всегда неформально. Всегда скорость. Всегда куда-то. Как это? Всегда куда-то. Всегда куда-то. Куда. Это не нужна власть. Вот. Вот он вот развернул вот этот вопрос. Вот этот младший. Он там с какими-то медиками, понимаете, которые прошлые партийцы думали. Они там какую-то ячейку организовали. Говорят, мы не можем все, ну, адаптироваться с первой будущей будущей. И так далее. То есть, он говорит, что это нормально. У него какая-то деятельность есть. Он понимает, что так, как сейчас, это неправильно. А по-другому, он не знает. Их не готовили на то, чтобы ломать. Это неправильно, чтобы понимать людей, разжигать у них дух. Да? Чтобы этот дух ломал настоящую или вся реальность. Стабильную. Стабильную. Отвратную. И стремилась идти дальше. И чё? Я посмотрела и подумала, какой же ты красивый. Мы все красивые. Это редкость большая. Вот такой мужчина, когда он рассуждает. Знаешь, это для женщины, я вот заметила, такая простая вещь. Мужчина очень легко может влюбить в себя женщину. Достаточно ему взять иголку с ниткой или что-то делать. При этом очень структурирована эта энергия, она начинает работать. Ты смотришь, ты уже сразу влюбляешься, сразу. Господи, думаешь, вот оно, вот оно, вот оно. Оно пахнет, оно говорит, оно разумно, оно вкусно. Это все просто. Мужчина не понимает, как заблечь женщину. Это все просто. Возьми что-то, сделай так, усердно от тебя прямо на это сосредоточение шло. Знаешь, как вот член уже стоит он, это же сосредоточение энергии, да, вот. Когда мощно делает, это что-то такое вот, такое уже вот будораживающее. И вот все, это сразу это прямо… То, что пытается выйти за ранки тела. Знаешь, то, что ограничено телом, но пытается выйти за его ранки. Что-то, не, серьезно, что-то нематериальное. В конечном итоге оно, как бы, цепляется под другую материю, которая покидает тело. Да. Ведь оно же так, оно… Это дух. Это дух. Просто, конечно, может быть, вниз настроение взять и еще как-то. Нет ничего страшного, что он вниз. Голова должна тоже быть включена, конечно, и сердце, и все остальное. Да нет, да нет. А вот так вот не должно быть. Вот. Я говорю, человек такой рассуждает, голова кипит, здесь вот руки работают, это все. Сказка. Вот он, русский человек. Сердце дышит, за все переживает. Провод, русский провод, да. Пошел, кипеть, кипеть. Сначала закипел, это, знаешь, почему так, да? Сначала, вот почему русский долго затрягается, если он быстрее? Они не быстрее едут, их сложно остановить. Сначала надо закипеть. Вот он закипел, парни сбросил. И на месте стал буксовать, какие-то, не торопяясь. Гадайте? Вот он, значит, убирает все. Все, далеко, да, не остановится. Но должен быть, должен быть внутренняя моральная работа. Мне очень, очень тяжело видеть многих своих друзей, которые отказались от этой работы, в ходе стабильного снижения. Я считаю, это как защитная реакция от многих страхов. Лишь бы не было, значит, либо же нас не трогали, лишь бы вот это вот не случалось то, что я не хочу. Это такая, да, какая-то пискаря, да, там, или кто там долго жил у нас. Такая позиция, я спрячусь в ямочке. Пусть у меня будет там все хорошо, норочки. Премудрый пискарь-то, да? Не, даже не в этом дело. Норочки, ямочки, не, понимаешь? Ну, как бы, это какая-то няня из души, да? Переслаутая. Так, сейчас, положусь в ходу. У меня ребенок. Пусть у меня там, наверное. Встретили Цепилова. Ну, он прикольный, но он постоянно трудится вот сам, это самое интересное. Он потом что-то размышляет, думает. Лава. Бухает тоже. Он бухает человек. Нога бухает, ноги не бухает. У него лености души нет. Он прочувствует, вправду у него есть, перерабатывает. Я, кстати, к нему тут есть был, не знаю, недельку назад. Вот. Перерабатывает, еще там что-то еще, понимаешь? А вот есть люди, которые, там, ни хера. Вот, не знаю. Не могу понять. И понимают, что они хорошо делают. Ну, как-то надо так сказать. Из этого убираться. Это же, это же вообще плохо. Так что вот такое вот. Ой, короче. А, я же завтра в автобусе летаю. Да? Сколько времени, да. А потом часа в росте. Я на неделю приезжаю, поэтому... А ты по каким делам? А? По каким делам? Бэк-вокал. Да. Бэк-вокал ты поедешь с этим... Со Словутой? Да, да. Ой, слушай. Передавай ему привет. Скажи, что я его телефон тоже не знаю. Ну, сам как-то связался. Ну, круто. Ну, я могу тебе дать. Емеля. Емеля, да? Ты с Емелей поедешь. Ага. Будешь петь РУСЬ! 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 Ты знаешь, честно, да. Это богатые знания. Но я тебе скажу честно, не доела мне эта Русь. Я надел полков в СССР и поеду в Емель. Ты знаешь, там нацисты какие-то, фашисты. Фашня пришли и поеду в СССР. Даже я не знаю почему, мне плевать на эту историю сейчас. Потому что не вернешь. Ерунда. Ну, и в детстве. Ну, в детстве ты не вернешь. Да, в детстве будет хорошо. Не вернешь. 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 Ну, не пошли заставить. Только не националисты. Дураки. Вообще дураки. Ни о чем. Понимаешь? Хочется побыть. Вот посмотреть. Уже позднее настроить. В этом смысле я в свое время очень люблю Оша. Оша. И я смотрела. Он же сделал такой ашрам. То есть это была такая, как, как это называть, община. Да, община. Он, кстати, очень любил Советский Союз. И он такой достаточно человек тоже все время размышляющий. Он считал, что в принципе будущее за негосударственными структурами. Вот за такими общинами. И вот он говорил, что как раз таки вот советские люди, они не наиболее приближены вот к этому переходу, к этому переходу, к общинному какому-то взаимодействию людей. Ну вот я сама по себе считаю, что да, действительно, государство это та настройка, которая, возможно, уже отживает себя. Но я думаю, что потому что человек, он регрессивный. Мам, я хочу посмотреть с мэри. Хорошо, мам. Хорошо тебя поработать. Да, спасибо. Так как у людей все-таки регрессивное состояние вот это вот, оно достаточно сильное. То есть к инновациям очень мало кто готов. Поэтому, конечно, государство еще будет достаточно долго, но оно, мне кажется, это мое личное мнение. Уже сейчас за счет интернета идет огромная трансформация. Уже сейчас происходит глобальное изменение. И в конечном счете, возможно, мой сын или мой внук или правнук все-таки, мне кажется, такая есть тенденция, создадут какой-то, да, может быть, новый образ управления. Потому что, если у каждого будет, как сейчас, личная страница, да, и он может открыто голосовать и как-то вот это все продвигать и тему выдвигать, то, скорее всего, может быть, это все и трансформируется в какое-то такое общественное сознание, может быть, даже всей Земли в таком моменте. Я тебе рассказывал про власть и управление. Ты что, я понял? Да, нет. Еще раз скажи. Про власть и управление Рафаэном, да? Напомню. В этих словах. Короче. Давай. Что такое власть? Власть – это наказанное насилие или обман с целью получения управления. Надо, соответственно, людьми людей, людьми вообще, ну, человеком, ну, так сказать, ну, человеком, группой, сообществом, обществом и так далее. Потому что, если за насилие наказывают, то это уже не власть. Понимаешь? Власть безнаказана, потому что, ну, она создает от любителей правил. Потому что нельзя власть наказывать. Власть нужно наказывать. Власть нужно наказывать. Не наказывать нельзя. Не власть насилие. Ошибается. Как говорил Сталин, укладывал государство и свои у них помидор. Теперь, что касаемо управления. Когда ты управляешь своим ребенком, которому ты не просто не желаешь там дела, а не делаешь тебе больно, грубо и так далее. То вообще не ребенком, другому человеку, нет санкций, секси, да, когда происходит что-то, да, и это не встречает сопротивление, потому что человек тебе доверяется. Это называется управление. А если человек начинает сопротивляться, власть начинает либо обманывать, либо обманывать, либо, соответственно, тогда. Но это не только государственный аппарат, да, это и частные движения, и прочие бандиты. Все, кто хотят за счет кого-то, знают, что это там делать. Они начинают пытаться находить средства, там, жабкие идеи взять, да, насилие выставлять и прочее. И, как бы, когда они в этом находятся, они уголково контроль держат. Вот это обратная сторона власти. Когда ты пускаешь контроль, если решаешь, что будет. То есть вот этот момент... Чрезмерный контроль сейчас, да. И что привело к тому, что большинство, даже милиционерам не жаловались отсутствие просто действия. Так как идет чрезмерный контроль, а человек перестает просто действовать. Я тоже считаю, что контроль совершенно не дает возможности развиваться творчеству и действия. Это, наоборот, ограничение. И это тоже происходит в школах, и с детьми запугивание и контроль. Это ужасно, это ужасно. Я бы вообще, например, сделала бесплатный общественный транспорт, бесплатное образование, бесплатные эти вещи. А контролеры не нужны они, чтобы ходили вот это. Пускай люди ищут другие работы, пожалуйста. Это совершенно... Многие вещи... Как только что-то сделаете бесплатно, то есть как карточный дом, который будет с собой бесплатно за ТФА, бесплатно за ТФА, бесплатно за ТФА, потому что ты инвестиционную вытащишь отрасль общественный транспорт, там еще что-то. Я думаю, что это будут такие-то статьи, которые будут у людей, которые зарабатывают деньги, которые платят налоги, обычные люди, деньги и прочее. Они вынуждены будут бесплатно давать всем людям, которые видят общественный транспорт. Понимаете, да? С какого хрена вынуждены? С какого, блин, ребята? Будем быть бесплатными. Что ж, обоснуйте. Человека любят. Пятки не любят. Несколько мы не хотим, что мы не хотим. У нас бабло капает, и будет хорошо. Хорошо. И здесь не нынешнее, как бы, война мировоззрения. Будет война мировоззрения между людьми, которые насущаются при помощи бабла, и потом война мировоззрения в том, что осуществляется в том, что это будет самая ужасная война. Потому что, по большому счету, бизнес – это несправнимая власть, потому что это какая-то, не знаю, часть. Причем, такая самая низкая часть, действительно, власти – человек на самоуправлении вроде бы, но он, по большому счету, согласуется с рамками, в которых он может быть. Самое удивительное, что раньше была статья за спекуляцию, да? А сейчас практически весь бизнес построен на спекуляции. Перепродажа, да. Перепродажа, наценка – это, считай, спекуляция. За это была в Советском Союзе статья. Дополучная история. Да, а сейчас весь бизнес практически на этом построен. Ну, у нас была большая специальность, понимаешь? У нас в государстве была большая корпорация, которая осуществляла те действия, да? Все равно же в любой организации, там, не знаю, в любой, там, организации, которая занимается бизнесом, где-то не опланировано. Наш был план – это экономический отдел крупной корпорации, да? Которая не страховала сам себя, а еще что-то делать. И как бы все люди, сотрудники этих всех ОДС по сути… очень правильно сказал. Когда я приехал в Советский Союз, у меня эта страна обречена, потому что власть не захватила чиновники. Ну, на которую ты сказал? Ну, на лакуатуру чиновники – это одно и то же. Что такое советская власть? Когда мы выбрали и не начали, да? Или там прямая демократия, не знаю, что. То есть, когда мы сразу решили все, мы сказали, что мы так хотим, а так и индивиду. Вот. Что такое у нас властьная мунициплина? Властьная мунициплина – это когда есть, грубо говоря, запас людей, которые, ну, являются, была партийная мунициплина, опытная лига в партийных дневах, имеющая специальное адресование и прочее, руководителя, в которых возника заточена определенная мунициплина. Так вот, они были запасом, из которого брали на должности, когда кто-то там с чем-то не справлялся, много должностей, может быть, большеварный сектор и так далее. И эротация этих людей, то есть, постоянно длится жилье, то есть, не останавливается тех людей, понимаешь? Вот это называется рунеклатура. Советская власть – отрицательная рунеклатура. Но при советской власти каждая кухарка должна знать, как управлять доказательством, чтобы иметь любые большие потери. А это не требует, требует развития постоянного и непрерыва к политике, да? Расхождение от личных хоров к мужчинам, к мужчинам. То есть, нельзя сказать, не вас, решайте, не за меня. Надо разбираться, надо говорить. Знаешь, вот римское, греческое демократы вообще было интересное штутое. Они им это свои права не отдавали, если, конечно, не совершенно так беспокойно были. Они даже, по-моему, все равно права не лишали. Это могли сделать, это за Афин. Вот. Но преступники отрабатывали, наверное, лишали избирательного права, так и прочее. Горщичных, делать горшки на рынке продается. Надо идти и решать какие-то государственные дела. Так вот, Афиня платит ему от Чикаго, вот говорили, из бюджета, за то, что он закрывает лапки и идет на этот вот холм, да? Не знаю, как он назывался. Вот. И где они там-то собирались в граммные отчеты. Чтобы решать, вообще дела. Они поначали. Хотя вот у них была система интересная. Вот. Правда, там была и вторая, вот второй момент. Там была и друговая раска. Если ты не платишь налогу, вообще, сожнул, ну, там вообще, да, отрабатывали на галере. Орабатывали там еще так вот. Время на грабы. Представляете? Была такая вещь. Что мы упочекали? Ну, это проблемодельческие строки, да, потому что в человечественной генемогии воевали. Вот, допустим, спорта, да, в вечной спорте не так. Вот она постоянно там рубилась этими офисами в влиянии, да. Она мысль-попутная держава, не фактические формы управления, а демократические офисы. Вот. Они, как бы, между ними, они акваториальные, они, между ними, основные акваториальные. Вот. И, как бы, две разные формы управления, но ты не менее рад, потому что происходили конфликты, и человечество приходилось выбирать. А когда выбирать не все, когда вся несмерть не зима, не зима, не зима, да, остается только у себя. Ну, я не знаю. В общем, короче говоря, мы должны быть, что сейчас левое настроение в мировом пространстве пошли или были запущены. Как только тенденция правой, то есть, вот это все фашистские делали. Понимаешь? Вот. Но тем не менее, как бы ты ни знал, левое, мировое, 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 мировое – все равно. Таким образом можно сделать какие-то безвозможные вещи, да, в таких камнях захватывать, что лучше бы их не делать. А можно сделать же бабло, но там не уезжая с такой радостью, что выкручивать бабло, да. То есть, превращенные формы, когда сама суть процесса начинает уменьшать этому процессу. То есть, меняется суть процесс. Большой вопрос. Процесс перестает действительно. Понимаешь? Да. Ну, тупо, просто чувак отстаивает наступное право на свою… Ну, это я все поняла, что ты сказал. Да, я просто немножко осмысливаю. Вот это вот частота, все получили в культуре, вот эту частоту. Ну, вот, 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 все. Что-то куда-то ушел. Звук пропал. Ну, что? Да. Угу. Вот. При помощи идеологии мы можем и обратно понимать, собственно, для чего это. Можно и говорить себе право. А можно не говорить, а можно право. Да, Бог не надо. Не надо. И еще один момент. Соглашаться или не соглашаться. Соглашаться. Вот. Можно занимать активную позицию, но в рамках получше полиции. А можно по силе, но находясь на рамках. Не знаю. Ну, в Кургинян что-то там делали. Что-то там круто, что-то нет. Говорит. Говорит. Говорят по своему миру, что нет у нас как-то происходит противолюция. Но не очень. А часто ли мы пробуем позвать своих близких невербально. То есть не голосом, а музыкой. Говорит. Говорит с ним. Хотя бы раз в год не пробуем. Я очень быстро на моем мире. Я прекрасно понимаю, что здесь у меня не пошло. Наконец-то ты заговорил вот то, о чём я действительно думаю. Да, да. Есть то, чего слова мешают. Потому что оно должно придать печь. Оно утекает на то. Понимаешь, да? Да. В целое лишнее время я бы себе, допустим, предложил внутренние тени. А у меня есть эта ступень. У меня есть эта. Да? Да. А на какие моменты у тебя эмоции переходят в чём? Внутренний слух, внутренний голос, внутреннее пение. Да, это всё есть. Раскрытие внутреннего пространства – это основное в школе энергозакта, которую я выстроила. Ты понимаешь, что это должно быть не ощущательней? Ну, естественно, это всего лишь модели действия, которые я предлагаю. Даже человек действует сам. Ну, это естественно. Это просто как… Я к тому говорю, что это не должно быть физиологически ощущение. Как… Физиологически? Ты поёшь, у тебя есть напряжение, допустим, тех, кто внутри замат. Например, вибрация, вибрация, вибрация. Да? Вот. Человек может не пить, но вспоминать это вибрация. Не знаю, я даже внутри слышу, ты понимаешь, когда я внутри пою, я внутри слышу. У меня… Я как раз слышу мысли, я слышу голоса, я слышу голоса души, у меня такое открывается. Ну… Надо знать. Надо знать. И не будет уже напряжения, ничего не будет. Просто знать. Ну… Знать… Ты сейчас о чём говорила? Я вам об этом не сказал. Мама, пять минут прошло. Я хочу посмотреть у него. Сейчас ещё пять минуточек, сыночек, и всё. Нет, я больше не могу. Ну, вот видишь, я разговариваю с дядей. Слушай, сейчас закруглятся, привет. Да-да, привет. Всё-всё-всё-всё. Дядь, как дела? Мама на тебя смотрит. А-а-а, как дела, говорит. Тебя спрашивает, как дела, ответь. Ну зачем ты? Ответь. Так, хорошо. 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 Ну всё, сыночек, давай. Я слышу, слышу. Сыночек, не баллы. Мы синие человечки. Ну, сыночек, давай. Мы аватары. Да, мы аватары. Мы синие аватары. Да? Мы синие аватары. Ты заметил? Да. Мы синие аватары. Это не человечки. Мы синие аватары. Мы синие аватары. Мы синие аватары. Мы синие. Мы синие аватары. Уawатары потому, что, и наую вентиля, comunity. у них было коллективное сознание, и что они, в принципе, достигли очень много и телепатии, и даже левитации, гравитации, и перемещения с тем, что только не делали. Но, опять-таки, вот эти все, я бы сказала, игры, игры, это всё-таки игры. Почему вот в моей школе акцент я ставлю на первое что, на сердечный импульс? Понимаешь, внешнее и внутреннее, сердце, душа и внешняя жизнь, где вот эти точки пересекаются, и что здесь главное? Научиться телепортироваться, либо научиться раскрывать сердце, вот трансформироваться через сердце, понимаешь? Признак, сейчас скажу, признак прогресса, неважно, что это можно бесконечно сказать. Разум, чувство, мышцы. Признак развития, это тогда цель переходит в средство, да? Признак регресса, когда средство становится целью. Понимаешь, да? Ну, грубо говоря, один учится петь для того, что вы что-то там делаете, где-то там путь и было круто. А другой, спая где-то там, имеет прекрасный путь, даря свой голос людям, вдруг осознаёт, что ради этого не днёт, не плевать у меня на все остальное. То есть, когда мне подумал, ну, раскрывать души. А что дальше? Для кого? Ну, это ум спрашивает. Ты знаешь, когда раскрывается сердце, раскрывается душа, она уже получает в это мгновение такой колоссальный опыт, что вот это чудоше, ей даже и не надо. Потом всё равно будет надо. Потом, да, а потом новое раскрытие и всё. То есть, вот передышка, осознание, переосмысление и новый рвок опять в глубину. Вот я как дельфин живу. Я так живу. Вот я иду в глубину, падаю, да, вот так. До максимума вот этого дохожу, потом возврат, забираешь вот этот вот колоссальный опыт с собой, вверх опыт, потом вот это, знаешь, смотришь со стороны, как слушаешь песню, да, ты уже слушатель, ты её не создаёшь, ты наслаждаешься вот этим созерцанием уже со стороны, потом это всё трансформируется и заново опять в новое погружение. Это так здорово. Обожаю. Не брлёк эту всю систему. Рассказывал, он даже мне не рассказывал, я давал чувства. Там как бы это всё сама, знаешь, даётся ощутить, да, ты ощущаешь, все говорят, ну вот это вот так, а вот это вот это. Такие, знаешь, они... и как бы, и... ну, до состояния главное, до состояния, не могу смотреть, смотрел опять же. То есть, в принципе, да, ванное состояние очень важно. Человек учится. Тоже интересно, я, что-то не учитывая, дочь ванной упаля, я там в какой-то момент начал, тоже, работал, ну, блин, я не знаю, я не могу уже те работы, которые я начинаю делать, я не могу объяснять по-группу, потому что я не знаю плов, которые могут охарактеризовать эти процессы. Понимаешь? Вот она заплакала, я чуть иначе, и она начала говорить сплакывать. сегодня перед днём ходили, в ДВХ гуляли, вот она там тоже, значит, в колодке заходила, бежать собралась, не поесть, рисовать. Ну, вот, получилось, я там заинтересовать переписку. Ну, ты можешь же описать подстройка, так же, все это знаешь, подстройка потом. Подстройка, это подстройка. Ну, ребенок, у тебя есть общее энергетическое, вот это взаимодействие, потом ты берешь вот это, я вот это все чувствую, я могу описать, вот эти колебания с клипом или расстройством. Как бы вот это втягиваешь, ну, как бы это все. Это как вокал, ты знаешь, описывать. Это сложно описывать звук, да, но это просто... Это не другое, тебе скажу, это на уровне интуитивного восприятия. Ты просто берешь и делаешь, делаешь то, что, интуитивное восприятие, иррациональное. ты тут хочешь не вверх, если понимаешь, что человек находится в состоянии сомнения, что сомнения надо начинать сомнения. Начинаешь самому сомнения управлять, ты начинаешь управлять, ты уже понимаешь человека, и твое настроение начинает передавать сомнения. Да, да. Ну, это не так. Потому что я вот описал, мне неправильно описал, потому что происходит по-другому, а происходит по-другому, по-другому. Вот так. Это совсем другое. Это как писель, вот эта подача, да, морда генешь. Ты вдруг осознаешь, что вокруг тебя поле и чечесная энергия. Вот почему там медленные складочки и все прочее, писель, да, создает. Против, ты его проламываешь, а это на обладок создает. Зачем? Ну, в этом писель, что затормаживает. Когда ты умеешь в заторможенном состоянии переплывать, то есть, если заед что-то удобно, ты виден их дизелью вместе плаваешь, да ты будешь все равно быстрее того, кто пытается все порвать. Они же сильнее увядят. Вот паутин ходит, а мука не имеет родить. Вот она запутывается, а паут нормально проходит, то же самое как шопов и паутин. Это суть. Человек на своем позе забывает и видит главный. А ты как бы видишь со стороны и понимаешь, что это главный, это классный. Резонанска подать надо уметь. Средой, она тебя начинает разгонять. вот. Но можно же и со стороны как говорится начать генерировать свои частоты. Полно говоря, и под эти частоты все это строится не все. Блин, ну это не магия, это что-то другое. Нет, это физика. Да нет, я не про это. Будда это, что-то дела с вами занималась. Это физика, это настоящая просто физика. Физика энерготел. и то, что может быть сейчас многие не знают, все больше и больше разрабатывается теория черных дыр. То, что мы раньше об этом не думали. То, что каждого из нас вот это поля вот эти взаимодействия черных дыр, связи, это все элементарный физик. Ну да, и поля с полями вообще очень теряется. Это у людей в последнее время так смотрят, ну блин, нифига себе. Я лично вот все-таки никогда от меня работа происходит, что я видит, что я на нормальном состоянии, ну, среднего человека поле полтора метра вокруг его. Оно у всех вы знаешь, садится человек в машину, поле кидает. То есть все ищут вот эти силы. Я не знаю, какой-то там силу в коронку положил, о, бля, тяжеловесные вещи, оружие положил, поле кидает. А силу-то положил, это вообще кидает. Не просто оно там, я не знаю, оно сразу выросло. Но если это все обратно настроит наступить на своем орудии, идешь у человека, а он тебе полевую структуру и все обратно загонит. Зеркальное положение. Да? Зеркальное. Зеркало. 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 Нет, даже не зеркало. Улыбаешься. Просто улыбаешься. Это и есть зеркало. Нет, это не идет. Зеркало это извините. Человек у тебя звереет и получает это в ответ. Через тебя или отскочит от тебя эта птичка на открытую. А есть второй маятник. Правал маятника. Ну да, через улыбку. Ну можно и так. Ну в принципе я просто тебе говорю, что принцип провала этого маятника он может быть разный. а лекция одна и та же что ты даешь в обратку. Нет. Можно зверюшку включить, а можно не включать. Понимаешь? Это разные вещи. Не провалы никаких войск. Там нет закономерности для свой выбор личный. То, как ты за него понятешь ответственность, это уже не другое дело. А зачем можно человека обоживать, не знаю что-то не так да, а можно не отзывать. Понимаешь? Если человек возглавил, он это поле, он набил это поле, да, убил к тебе. Ты, значит, удар чувствуешь, раз, его обратно. Вставало обратно, да, а только тут еще двое с ним. Он получил, не только удержался, значит, он опять сильнее становился, и пока кого не завалит. А если ты улыбаешься, все его поле, применением оружия, применением машин, сил, то вот этот сил, вот, что его делаем, более крутым, оно обрушивается, не поднимается. Понимаешь? Причем обрушивается, оно как бы той силы, с которой он пытался это вытрянуть наружу. Оно само обрушивается. Ты полярный меняешь. Ты можешь полярный, Грубо говоря, вот сколько дает человеку, допустим, что-то, сколько оно дает сил, сколько оно потом хавает. Сразу, когда ты не имеешь полярный. А вот этот стержень, которое не имеешь полярный, это энергетический тренинг и человек. И каждый человек обладает незамет. Кто может иметь полярный, кто не может, все время будет верить. Или гонколог, но я не знаю. А что будет он еще, или сколько будет. А бой классная штука. А? Бой классная штука. Адреналин. Ну давай завершать будем нас... Ты когда уезжаешь? Завтра? Да? Завтра? Да. Хорошей тебе дороги, хороших событий. Счастливо оставаться. Да, обязательно. Катюшенька, доброй ночи тебе, приятных снов. Труженица, труженица наша. Спокойной ночи. И деточки, деточку поцелуйте, пожалуйста, за меня. Я зацелую сегодняшнюю ночью. Скажите привет от тети Иры. Счастливо. 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 Счастливо.